В вековечении памяти героев Советского Союза и социалистического труда, а также работа с ветеранами, два гряных вопроса, которые были выдвинуты для рассмотрения еще в прошлом году. За это время членами Брестской областной организации ветеранов было сделано немало. Однако, как справедливо отметил ее председатель Валерий Губаренко, история то и дело преподносит нам сюрпризы. Учитывая неоспоримый факт, деятельность в этом направлении должна вестись регулярно. Отчеты членов Президиума доказали, позади целый пласт работы. Исследовательская деятельность не прекращается. Архивы музеев плюс богатая литература библиотечной сети. Скрупулезный труд позволил отыскать в истории новые имена. На основе этой работы воспитывается наша молодежь, которая строит наше будущее в нашей республике. Как об этом сказал на Всебелорусском собрании наш президент Александр Говоревич Лукашенко. В первую очередь мы должны заботиться о молодежи, об их воспитании, о трудовом воспитании, о патриотическом воспитании. И без знания истории и участия в этой работе молодежи никакой перспективы не будет. Сегодня в составе Брестской областной организации ветеранов порядка 50 человек. Каждый заинтересован в положительном результате. Немаловажно участие молодежи, которая постепенно приобщается к делу. Не так давно председатель Брестского областного совета ветеранов. В не сексуальный вопрос о вековечении памяти героев на республиканский уровень. Валерий Губаренко принимал участие в 5-м Всебелорусском народном собрании. Выступал от лица организации с рядом предложений. Мне доверили выступать. Я от имени ветерана в Брестской области выступал. В течение пяти минут я рассказал о наших вопросах, о наших делах, чем занимается ветеранская организация. И поставил несколько вопросов. Но не знаю, как они будут выполняться, потому что выполнять это должны органы власти. С тем, чтобы больше внимания уделили изучению истории родного края, чтобы программы учебников наших школьных программ включили изучение истории Брестской крепости, изучение истории Великой Отечественной войны. Открытый диалог, как показывает практика, самый действенный способ расставить приоритеты. Очертить границы деятельности, чтобы в дальнейшем работать на результат. В фокусе внимания на заседании было немало и других важных тем. Среди них 30-летний юбилей Брестской областной организации ветеранов. Продолжение следует...